Террорист и военный преступник Игорь Гиркин распереживался из-за успеха российских добровольцев под Белгородом. По его мнению, Кремлю из-за атак на Белгородскую область придётся снимать часть армии с фронта, чтобы прикрыть границу. А ВСУ это выгодно. У них опять, как и осенью прошлого года, значительное численное преимущество в людях, а также в количестве укомплектованных личным составом общевойсковых частей и соединений. Пусть недостаточно хорошо вооружённых, но дисциплинированных и готовых к бою. Кроме того, Игорь Гиркин упрекнул пресс-службу Минобороны РФ и российские телеграм-каналы в том, что они дают прямо противоположные сообщения. Военные сообщают о разгроме ДРГ противника, а соцсети пестрят сообщениями о заходе повстанцев в новые населённые пункты. Затем Гиркин констатировал, что если потеря целого ряда приграничных сёл в Белгородской области соответствует действительности, то военные будут вынуждены создать вдоль всей границы сплошной фронт, который придётся заполнять общевойсковыми частями. В подтверждение опасений военного преступника телеграм-каналы пишут, что РФ уже намеревается перебросить Белгородскую область с Луганского направления подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии. Напомним, в понедельник вооружённые бойцы РДК и Легиона Свобода России, представляющие антипутинское подполье России, зашли на территорию Белгородской области и вытеснили правительственные подразделения из нескольких небольших сёл Грайвороновского района. Российское военное командование организовало лихорадочную оборону и попыталось выдавить повстанцев на территорию Украины. Однако бои продолжаются до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин